С республиканцами ассоциируется больше американцев, чем с демократами. Вирусом заражался уже каждый пятый. Блинкен встретится с Лавровым в пятницу. Эти и другие новости в программе «Мир сегодня». Russian Television Network of America представляет программу «Мир сегодня». Самая достоверная и объективная информация о событиях во всем мире, а также спорт, новости шоу-бизнеса, погода. В студии Юрий Ростов. В программе «Мир сегодня». Здравствуйте, уважаемые телезрители. Согласно опубликованному сегодня опросу Гэллопа, в настроениях американцев произошли в последний год существенные изменения. В пользу республиканцев высказывается сейчас 47% избирателей, а демократов поддерживает 42%. Год тому назад поддержка республиканцев была на 14% меньше. Нынешние показатели для республиканцев самые хорошие вообще с 1991 года. Согласно Гэллопу, сдвиг в сторону республиканцев имеет место в значительной степени вследствие низкой популярности Байдена. Сегодня сообщили, что Техас и Аризона присоединились к двум другим штатам, которые полностью восстановили уже все рабочие места, которые они потеряли после начала эпидемии. До этого уровня 2019 года по занятости достигли Юта и Айдаха. Согласно имеющимся тенденциям, к середине нынешнего года полностью должна восстановиться с точки зрения рабочих мест третьи американских штатов. Всего в марте-апреле 2020 года в результате резкой волны увольнений было потеряно 22 миллиона работ. К концу прошлого года большинство их было восстановлено, но рабочих мест все равно было еще меньше, чем до начала эпидемии на 3,5 миллиона. В четырех штатах, уже достигших прежнего уровня, быстрый экономический рост и быстрое создание новых рабочих мест имело место еще до вируса. Медленнее идет восстановление работ и экономики в Калифорнии и в штатах Северо-Востока. Республиканцы, конечно, подчеркивают, что во всех четырех штатах, достигших прежнего уровня занятости, власть контролируется в настоящее время ими. В период запретов и ограничений политика в этих штатах не была столь же жесткой, как во многих других местах. Но в то же время в Техасе, Аризоне, Вайдахо и Юте плотность населения низкая, что существенно отличается от почти идеальных условий для распространения вируса, например, в перенаселенном городе Нью-Йорк и его предместьях. Сегодня, правда, в отличие от худших дней, график заражения в штате Нью-Йорк наблюдать было приятно. В Нью-Йорке действительно крутой, как взлет ракеты, график заражений омикроном вплоть до 10-11 января сменился. Сейчас тоже очень крутым падением. Правда, этому спаду пока только пять дней. В городе же Нью-Йорке зарегистрировано 20 тысяч заражений в два раза меньше, чем еще несколько дней тому назад. В то же время, пока число заражений в процентном отношении к населению падает только на северо-востоке, а на западе, в среднем западе, на юге спада нет. Сохраняется, а местами нарастает давление на госпитале, где часть персонала, заразившись, находится в карантине. Также немало медицинских работников в последние месяцы уволились из-за повышенной опасности заражения и вследствие огромной нагрузки на рабочих местах. Согласно последним заявлениям и федеральных уже медиков, коллективный иммунитет к омикрону может быть выработан действительно уже скоро. Это может привести к превращению коронавируса в неприятную, но тем не менее довольно обычную болезнь, с которой можно жить на протяжении длительного времени. Но такая эволюция будет иметь место только если вслед за омикроном не придет еще какая-нибудь новая мутация с новыми сюрпризами. Сообщили о новом рубеже, который пройден в ходе эпидемии. В настоящее время уже 20% американцев были в то или иное время заражены вирусом. Согласно университету Джона Хопкинса, который дает основную статистику по вирусу, выявленные заражения были в эти почти два года у 66 миллионов человек. 20% американцев. При этом 800 тысяч человек погибли и три четверти погибших, три четверти это люди 65 лет и старше. Сегодня глава демократического большинства в Сенате Шумер поставил на обсуждение новые законы о выборах. При этом формально эти законы проходят как просто поправка к закону о космическом агентстве НАСА. Превращение законов в поправку позволяет поставить их на обсуждение в Сенате, минуя правила филибастера, требующего для этого закона 60 голосов из 100. В палате представителей на прошлой неделе полностью изъяли текст из принятого уже в Сенате закона о собственности НАСА, перенесли туда текст из законов о выборах и назвав это поправкой передали на доработку в Сенат. Сегодня эта необычная поправка обсуждалась с сенаторами. Для всех очевидно в то же время, что закон о выборах в Сенате и в таком виде пройти не может. Демократы смогли поставить его на обсуждение, но у них все равно нет 60 голосов, чтобы согласно правилу филибастера поставить его на голосование. Правило это можно было бы отменить простым большинством голосов, но против этого высказались уже умеренные сенаторы демократы Синема и Менчин. Зачем законы, которые заведомо не могут быть приняты в Сенате, выносятся на его обсуждение? Шумер заявил, что голосование необходимо в любом случае, голосование поименное, чтобы избиратели знали, кто из их представителей не поддерживает их право на участие в выборах без препятствий и проблем. В принципе имеется наверное и такой вариант, как затягивание дебатов, по этому закону в Сенате на дни, если не на неделе, пока республиканцы предположительно не измотаются, не согласятся на голосование, но это вариант маловероятный. И Байден в выступлении на прошлой неделе, участники самых последних митингов, посвященных Дню Мартина Лютера Кинга, связывают новые федеральные законы о выборах с расширением прав афроамериканцев и латинос. Говорятся даже громкие слова о том, что речь идет о судьбе американской демократии. Почему противостояние вообще-то по всего лишь правилам голосования сейчас столь резко противостояние обострилось? О необходимости борьбы республиканцев за ужесточение контроля над голосованием против возможных махинаций постоянно говорил и до сих пор говорит Трамп. Но и без всякого жульничества сейчас изменения правил в голосовании могут иметь огромное значение. Штат Джорджия, например, всегда был штатом республиканцев, но в прошлые выборы он проголосовал за Байдена. Структура населения Джорджии меняется, городское население играет большую роль, а в городах, как правило, больше избирателей-демократов. Аналогичные процессы идут в Техасе, только пока в меньшей степени. Также большие избиратели преимущественно левой ориентации становятся и с ростом эмиграции, получением новыми эмигрантами гражданства. Баланс сил во многих местах на юге, на среднем западе стал очень нестабильным, и на уровне штатов республиканцы стали ужесточать правила голосования. Принято больше 30 местных законов, которые, например, ограничивают время голосования по почте. Этот вид голосования особенно популярен у занятых на работах жестким графиком низкооплачиваемых избирателей. Не в последнюю очередь у афроамериканцев. Запрещали работу избирательных участков ночью, также когда найти достаточно добровольцев для наблюдения за безопасностью и соблюдением правил голосования бывает очень трудно. Ночная работа избирательных участков действительно могла приводить к жульничеству. Так же, как и, например, установка на улицах ящиков, не находящихся под охраной, в которые избиратели могли бы опускать свои бюллетени в любое время. Но и также ограничение времени голосования, запрет неохраняемых ящиков для бюллетеней могли снизить число голосующих с напряженным рабочим графиком или тех, кому просто лень добираться до избирательных участков в установленные часы. Речь шла о нюансах, которые не меняют сути выборов и характера голосования, но действительно могли дать меньше преимуществ избирателям демократов. Ну и в ответ на принятие республиканцами местных законов о выборах демократы пытаются принять федеральные законы, которые процедуру выборов бы драматически упростили иногда и за счет снижения контроля за законностью. И федеральные законы действительно забрали бы часть власти у штатов. Хотя по некоторым направлениям голосовать стало бы действительно проще. Согласно законопроектам, американцы стали бы регистрироваться в качестве избирателей автоматически, время голосования по почте бы продлили, день голосования стал бы выходным. С точки зрения тех, кто знаком с голосованием в других странах, ни о чем действительно ужасном речь в принципе не идет, но преимущество демократов бы увеличилось. В следующей части от требования авиакомпании отменить завтрашний масштабный запуск сети 5G. Оставайтесь с нами!